сейчас еще чуть-чуть подождем пока все добавят снова и начнем здравствуйте еще раз всем с минуточку еще подождем пока добавится и продолжим мариночка взаимно смотрите еще про личные границы хотела сказать когда у нас сложности с нашими личными границами когда мы их не умеем выстраивать когда мы не умеем сказать другому нет когда мы не умеем сказать другому как нам удобно и как мы хотим как нам нужно то тогда у нас и сложности в отношениях вообще со всеми людьми не только с нашими близкими но и с окружающими это и на работе и с коллегами и соседями и даже там с мамочками в садике в школе ну вот со всеми у нас сложности выстраивания отношений потому что нам постоянно что-то просит нас да сделать потому что постоянно там что-то нам приходится делать по каким-то причинам получается так что никто не смог и пришлось это делать нам это говорит о том что у нас нет личных границ или такая ситуация у меня летом была интересная я давно прорабатываю эту тему и ну довольно таки хорошо уже проработана с личными границами мы стояли в кафе в очереди а там здесь в сочи кафе в центре сочи она такой более-менее нормально и там очередь ну человек по 50 иногда бывает но быстро и обслуживаю но все же прям очень длинная и зашла женщина попрошайка она подошла ну ко многим вокруг меня она подошла ко всем меня она прошла мимо я так удивилась сначала думаю ого интересно а почему она ко мне это не потом только до меня дошло что у меня то с границами проработана все в порядке ко мне она просто не подошла она потому что поняла ну никто ей ничего не дал ну как то ты блин не там просишь извините меня да и я понимаю что это про личные границы у этих людей ни у кого нет личной границы у них сложно они позволяют их нарушать другому человеку незнакомому я не позволяю когда вашей жизни вот ну появляются такие всякие вот момент как попрошайки есть люди которым постоянно бомжи подходят что-то от них просят требует или там ругаются как-то на них если на улице кто-то на вас зачем-то просто поругался в очереди на вас наехали налетели до постоите если вообще вообще какие-то вот такие стены или допустим вас вместо девушки там назвали бабой там еще как-то некрасиво и ты например да это все тоже говорит о том что у вас есть сложности с личными границами что нужно работать над выстраиванием своих личных границ и вот здесь вот нужно установить свои правила и еще когда у нас нарушен баланс брать давать это тоже говорит о том что он с личными границами словом когда вы только все время даете 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 но вам не возвращает вам не возвращается из других источников вы не берете ниоткуда то тоже это проблемы с личными границами затем еще если вы повышаете стоимости своих услуг как-то но клиенты перестают идти или начинаются такие реплики типа чё так дорого почему так дорого что тут все подорожало это тоже говорит о том что у вас не проработана ваша личная граница вот и еще очень важно не только свои выстраивать личные границы а еще как можно научиться свои выстраивать границы через то чтобы начать уважать чужие личные границы перестать нарушать границы как в семье там ребенка мужа родители еще кого-то так и вообще во внешней жизни прежде чем что-то кому-то сделать или взять допустим чужое там допустим у коллеги на столе увидели линейку она вам сейчас понадобилась взяли без спроса это нарушение его личных границ нужно подойти спросить можно я возьму твою линейку если он сказал нет то значит не обижаться на него а он имеет право вам не дать линейку это говорит о том что у него с границами просто все в порядке если вы обиделись и вас это тронуло говорит о том что у вас границами не в порядке и вам нужно их выстраивать вот научиться уважать желание другого научиться уважать интересы другого это все про личные границы это очень важная тема научиться уважать личные границы другого человека и свои и тогда вот когда вы научитесь еще уважать личные границы другого человека, тогда свои ваши, они будут как-то у вас уже автоматически. Вы будете понимать, ага, тут вот для него было вот так важно. А как же важно для меня, вы будете задумываться. И чем чаще вы будете задумываться, как же важно для вас, тем лучше станут ваши границы, тем меньше кто-то будет вами пользоваться и их нарушать. И тем меньше будет проблем возникать в отношениях с другими людьми. Тем меньше вам кто-то что-то будет указывать, тем меньше будет советчиков. У меня очень много людей, скажем так, ну, отвалились как-то сами автоматически, которые любили там получать, советовать, раздавать советы, да, умничать, еще что-то. Это говорит о том тоже, что у меня с личными границами все хорошо стало, и эти люди просто ушли, которые нарушали мои личные границы. Вот так. Здравствуйте еще раз всем. Тема отношения в семье, с собой, личные границы, с мужем, с детьми, поэтому пишите, если есть вопросы. Сейчас, потому что уже долго я не буду, у нас это второй эфир, пошел второй час, надолго не будем задерживаться. Так, ну, в принципе, все это сказала. Ну вот, работать с собой, работать со своими страхами, все это прорабатывать, все это возможно проработать, тем чаще вы будете самим собой разговаривать, спрашивать у себя, как для меня хорошо, а как я хочу, а что я хочу, а что для меня важно, а что для меня ценно. тем больше вы ответов услышите, тем больше вы поймете в отношениях с собой, будете понимать себя, и тем больше будет внутри спокойствия, радости и счастья. Еще, женщины. Ну, очень важно быть женщинами, научиться быть женщинами. Многие этого не умеют, к сожалению, но начать с каких-то элементарных вещей, из брюк вылезти, одеть юбки и платья, начать делать макияж, прически, начать, там, я не знаю, как-то бижутерию применять, там, какие-то платочки-косыночки, как-то создавать вот это вот состояние женственности, начать снаружи хотя бы это делать сначала, и когда вы будете снаружи, и чем чаще вы будете еще, кстати, на себя в зеркало смотреть, очень важно, женщины почему-то перестали еще на себя вообще в зеркало смотреть, ходить по магазинам перестали, даже если, может, нет возможности купить, сходите, попримеряйте просто платьишки, посмотрите, как вы будете себя чувствовать женственно в платье, и когда мы ходим, примеряем, это еще, ну, наше желание у нас появляется, то Вселенная нам помогает это приобрести. Вот. Так, вопросики тут были. Запись эфира будет обязательно. Я проговорила про армию, сын не хочет идти в армию, хорошо, зачем его заставлять идти в армию, я проговорила, что я, ну, как сказать, не вижу необходимости идти в армию, но это мое мнение, смысл вообще ходить в армию и тратить год своего времени, смысл от этого. Она, в принципе, ну, особо ничего не дает, кроме того, что мужчины становятся грубее, мужчины становятся как-то, я не знаю, у меня трое братьев, и они все сходили в армию, они очень сильно отдалились после армии, они стали намного, ну, более грубыми, стали, стали как-то, ну, другие стали, чужие какие-то даже было сначала, как будто бы, несмотря на то, что сейчас там каждый день по телефону разговариваешь, все равно, ну, что-то поменялось очень сильно, и, не знаю, я не вижу острой необходимости своего сына, я бы не хотела отдавать в армию. Лучше пусть он этот год потратит на какое-то свое саморазвитие, на обучение, если не обучение, то и занятие каким-то своим любимым делом, то, что принесет ему удовольствие, и не то, что будет ломать его. Вообще армия ломает, любая система, она ломает, и я против любых систем, и против того, чтобы ломали. Даже я против спорта вообще на самом деле, мы еще никуда не ходим, но, может, мы пойдем на плавание максимум. И то не профессионально, а так для себя, для своего развития. И я поэтому покупаю постоянно там самокаты, велосипеды, вот такие вещи, чтобы физика была. Как бы вот так физическое развитие, оно тоже, в принципе, идет. Я не хочу, чтобы у ребенка была как-то психика поломана вообще на самом деле, потому что вот это вот так надо, а вот это вот так надо. И у тебя не спрашивают, как ты хочешь, чего ты хочешь. Вообще очень важно, ведь жить только так, как ты хочешь. Я в своем ребенке это воспитываю. Он живет так, как он хочет. и делает то, что он хочет. Для меня это важнее всего, чтобы он понимал и чувствовал, чего он хочет и как он хочет. Это про армию, да? Да. Муж очень кричит и заставляет. А вы спрашивали у мужа, зачем он кричит и зачем он заставит, чего он хочет вообще? Какое свое эго он потешить хочет от того, что его сын пойдет в армию? Муж хочет свое самолюбие потешить и гордыню. Пусть он ее потешит в другом месте. На самом-то деле прям, ну, поговорите как-то с мужем очень жестко в этом отношении, потому что папа им именно для этого надо, чтобы сын пошел в армию. Во-первых. Во-вторых, для того, чтобы не самому воспитывать. Это еще и перекладывание ответственности тут. А еще папаша не хотят, допустим, что-то до него сами донести, боятся или не знают, или не умеют как. Пускай папа возьмет уже ответственность и сам и доносит до сына ценности, а не армия. Армия ничего до него не донесет. Она не даст, она только сломает. Я не знаю. Бывает, что кому-то нужна армия. Честно, не знаю. И система кому нужна? Наверное, кому-то и нужна, может быть. Но это опять-таки, если нужна, это... Вот я просто знаю ребят, которые прям... Я пойду в армию. У нас сами прям шли туда, в эту армию. Ну, там сложные просто люди, очень твердолобые довольно-таки, и которые не умеют широко мыслить. И вот прям... Все же ходят в армию. А как это я не пойду в армию? Брат служил, папа служил, и мне надо. Ну, что за необходимость? Вообще, честно говоря. Никакой инициации вообще в армии нет для мужчин. Ну, вот какая там инициация? Они друг друга там только бьют, колотят, травят, издеваются. Там ничего хорошего нет вообще. Если вот так посмотреть на современную армию. Если ребенок хочет сам заниматься профессиональным спортом, значит, он занимается. Если он этого хочет. Если мой ребенок захочет, он пойдет. Но пока мы не проявляем никаких желаний, и поэтому я тоже не проявляю никаких желаний. Вот. Не проявляю никакой инициативы. Если он чуть постарше станет и скажет, что я хочу профессионально заниматься, даже там боксом, еще каким-то таким видом спорта, я скажу, окей, иди. Я не буду его отговаривать, это точно. Но если только он сознательно сам захочет, я, конечно, не проведу беседу. Я спрошу, из каких побуждений, из каких чувств он хочет, чего он хочет там получить, для чего он это захочет получить. И когда мы поговорим, и он поймет в итоге все же в процессе разговора, что это ему нужно, то ради бога. Ну, нужно понимать, что опять-таки, потому что его дома не любят, он хочет профессиональным спортом заняться и занимать первые места, чтобы доказать маме и папе, что он такой классный. Ну, даже не то, что не любит. Бывает, детей любят, но они не чувствуют, что их любят. По каким-то причинам. Здесь разобраться, да. Или он кому хочет доказать, или может вообще своим друзьям, бывает, хотят мальчишке доказать, что он крутой, что он лучший, или какой-то девочке вообще. А стоит время тратить для того, чтобы какой-то девочке доказывать что-то. Или каким-то ребятам с улицы. Стоит ли? Главное, что ты хочешь. Истинно. Нет, если сам хочет, я... Потому что спорт – это система. Я ходила, смотрела. Я такая же, мне же надо все пронаблюдать, все внутри прочувствовать. Я хотела отдать его в дзюдо. Было такое. Я сходила на несколько занятий, прямо в коридоре стояла, смотрела, как тренеры общаются с ребятами. Честно, при мне бабушка одного мальчика забрала, потому что такой прессинг, такое, блин, вообще... У тренеров больное самолюбие. Блин, вообще, я, честно говоря, мне охота была подойти, ударить всех этих тренеров. Я сходила на нескольких разных, посмотрела. Мне прямо охота была прямо побить этих тренеров, честно. У меня столько поднялось внутри, как они ломают детей, да ты вообще там чуть ли не кто. Я тебе сказала, вы так и делаешь. Там даже женщина была, тренер. Ну и, короче, я посмотрела, потом я еще там в другое место хотела, еще посмотрела, потом я пообщалась, так получилось, что я познакомилась. Я со многими разговаривала, с папами, именно с папами, а не с мамами разговаривала, которые водят детей на спорт, или водили, и перестали водить. Все того же мнения, что у тренеров больное самолюбие, к сожалению. Почему они? Многие тренера и спортсмены спевают, потому что проблемы именно с самолюбием. Мне это чувство реализации, они через тренерство пытаются через детей как-то реализацию получить, потешить свое самолюбие. Я не хочу, чтобы за счет моего ребенка кто-то тешил свое самолюбие. Не хочу. И если ему куда-то он пойдет, то я буду выбирать, искать очень сильно, чтобы это был тренер нормальный, с нормальным чувством достоинства. Для меня это важно, потому что я ответственна за ребенка своего, потому что я ответственна за его состояние. Мы тут развивайки ходим, меняем развивайки, я и в развивайки. Я ко всему так, потому что это моя задача вырастить психологически здорового ребенка. Никто за меня это не сделает. Я не хочу спихивать на кого-то воспитание своего ребенка. Мне это неинтересно, я хочу сама. Я знаю, как это будет хорошо ребенку. Я вижу по своему ребенку, что я все верно делаю. Поэтому вот так. У меня так. Не надо, слушая меня, брать все на себя, примерить. Нет, вы слушаете себя, вы чувствуете себя, как вы хотите. Как вы хотите воспитывать своих детей. Как вы хотите, чтобы у них было. Как вы хотите, чтобы они развивались, с кем общались. Слушайте себя. Научиться разговаривать со своим мужем, поговорить и прямо свои чувства, рассказать ему о своих чувствах. Ну, раз папа выгоняет сына из дома, это ненормально. У папы своих обид очень много травм, я так понимаю. Вы напишите мне в WhatsApp, я вам кое-что пришлю, если ваш муж захочет это посмотреть. Может быть, он что-то поймет. Так я даже, честно говоря, вот, ну, как советовать, а тут не посоветуешь. Во-первых, сядьте, пропишите письма обид мужу, потому что это ваши тоже уроки, потому что вы же тоже переживаете, и у вас какие-то обиды на мужа тоже есть. И здесь еще надо ваши взаимоотношения с мужем посмотреть. Вот. И там, может быть, письма обид помогут, чтобы он успокоился как-то. Ну, папа, похоже, сам чувствовал себя крысой или мышей, даже когда был в армии, или что, я не знаю. И вот эту вот свою боль перекладывает на сына. Только лишь всего. Так. Да, есть хорошие люди в армии. Я не говорю, что все плохие. Первому моему брату не очень повезло, а второму, у меня двойняшки, им более-менее повезло с руководством в армии. Ну, и как-то им повезло, что они вдвоем служили, и поэтому как-то их не трогали. Но были ребята, которых и обижали, конечно. Поэтому вот, ну, как-то так. Я не то, что в армии плохие люди, я про то, что там система. Любая система, она ломает, потому что это устав, потому что ты должен делать вот так и вот так. А ты не можешь делать, что ты хочешь. Я об этом. Даже не сколько про то, что в армии плохие люди, а сколько про саму систему, что надо жить по уставу, жить надо по чьей-то указке, а не по своей. Надо под чью-то дудку плясать в любой системе, в любой армии. Именно так происходит. Я об этом. Так. Да, хорошая книга «Пять языков любви». Очень согласна. По поводу вторых детей. Ну да, могут побудить. Пишите свои обиды на мужа, почему он не хочет. Но вы знаете, это и ваши какие-то внутренние страхи. А муж же транслирует вам, что он не хочет второго ребенка, потому что вы сама не хотите, скорее всего. Почувствуйте, почему вы не хотите. Может, там какие-то роды у вас были тяжелые, или беременность первая могла быть тяжелой, или ребенок был беспокойный, и поэтому вам уже страшно, вам не хочется идти во все это. Вроде как вы хотите, да, ребенка. Но в подсознании засели какие-то страхи, еще что-то там засело, может, какие-то установки даже могли засесть. И вот эти ваши установки муж вам просто транслирует через то, что говорит, я не хочу иметь ребенка второго. Либо, например, ну, я работала просто такими темами, у женщин бывает, что они боятся оставить свое рабочее место. Допустим, уже после первого ребенка там вышли на работу, поработали, и боятся, что, допустим, уже не смогут вернуться на это рабочее место, так как это будет через 3-4 года, я же уже старше, найдут специалиста помоложе, поинтереснее, поумнее меня. либо и боятся еще вот как раз-таки, что уже знания будут не те, уже память будет не та, но там на самом деле очень много. И поэтому, ну, плюс еще, если я еще дальше посижу там в декрете, если там сразу идет второй ребенок, то это же много лет надо сидеть в декрете, я не буду самореализованной, я не буду чувствовать себя ценной, важной, значимой. Еще об этом, когда со вторым ребенком есть вопросы, что муж не хочет или не получается даже, когда тоже, да, вот эти вопросы проработать, ну, у каждого свои вопросы какие-то там, ну, плюс еще у женщин вопросы, что внешность испортится, грудь совсем или обвиснет, или высохнет, там, живот станет больше, ну, куча всяких вот вопросов, что еще плюс вопрос самый важнейший, что не сможем прокормить. Что не будет денег хватать, так как еще у всех кредиты, ипотека и на машины, обычно еще и с финансовой там вопросы включаются. Вот прям сядьте, и письмо обид напишите, и пропишите все свои, свои страхи, не муж, свои. И потом посмотрите, как муж по-другому станет себя вести. Можно поработать над этой темой, нужно, если прям хочется, и если чувствуете, что нужен второй ребенок, там со страхами поработать. Так. Так, вопросики задавайте еще, если есть. Ну, вот, раз такие страхи есть, то, конечно, тут надо поработать со всеми этими страхами. Поработайте с чувствами, пишите тогда письма обид, у вас, скорее всего, есть обиды на мужа, раз он ушел во время первой беременности. Ну, и, как сказать, редкие мужья просят ребенка, на самом-то деле, это всегда женщинам больше нужно, но они радуются всегда, если вы забеременели, обычно, если у вас отношения хорошие. Как бы вот, вот так. Ну, мужа тоже там свои страхи могут быть. Ну, мужчины в основном финансовые, конечно, страхи, что я не смогу прокормить еще, и еще одного ребенка. Если, ну, нет прям таких больших денег в семье, а есть какой-то средний достаток, мужчина начинает бояться. Вот. Так. Еще у вас вопросики есть? Смотрите, по отношениям с собой. Скоро, наверное, я не знаю, число 5 ноября, может быть, 8, может быть, я не знаю, я начинаю новый проект по поводу силы рода, по поводу сепарации, отделенности от родителей. У нас основная часть наших проблем в жизни, это от того, что у нас, во-первых, нет сепарации, отделенности от родителей, во-вторых, у нас с ними плохие отношения. И поэтому, чтобы наладить все свои сферы жизни, во-первых, отношения с собой, отношения с мужчинами, здоровье, там, у мужчин с женщинами, отношения с деньгами, с успехом, с карьерой, со всем, это нужно прорабатывать именно отношения с родом. Я долго не делала этот проект, потому что сама была не готова к такому глобальному проекту и к глубокому очень, это будет очень глубокий проект. И вот, если есть желание, приходите на этот проект, потому что, ну, он будет очень мощным, потому что я все это проработала у себя, и я знаю, как это все, что это, и какой ресурс это дает, когда ты с родом, у тебя все хорошо. И вот, важная прям тема, поэтому, кто желает проработаться, прям очень глубоко, и проработать параллельно, не только там одну сферу, и все, так как, когда у вас с родом все хорошо, это все сферы, во всех сферах у вас все налаживается. Вот. Приходите на проект. Ну, и, конечно, у меня обучение, обучение в актеме трансформации личности. Позавчера мы закончили первый поток обучения. Ой, прям, прям я выдохла, естественно, вчера было выходной просто, я даже забыла, что у меня была назначена сессия. Решила устроить совсем себе выходной, и прям обучение получилось очень классно. Девочки еще отзывы я сказали, напишут, и прям я рада таким переменам. Именно в работе над собой у девочек были огромные перемены, ну, плюс еще они у меня теперь будут и с другими людьми работать, потому что там продвинутый был у нас курс, когда можно и получали дополнительные профессии, и работать можно с другими людьми еще. И прям, ну, смело я их отпускаю работать, потому что прям, ну, сами проработались, у самих перемены, они знают, как что происходит, и как работать с людьми, и прям это очень радует на самом деле. Я прям рада за каждую, кто отучился. Так. Да, спасибо, вот у меня Александр здесь, с обучения, и Александр, конечно, там огонь, перемены в жизни, суперские. Вот. Так, есть еще у вас вопросики, мои хорошие? Если нет вопросиков, тогда давайте заканчиваем, не буду больше затягивать дальше. Приходите на проект, и будем прорабатывать, будем глубоко работать. Кто был у меня, те знают, кто в осознанном родительстве. Вы тоже, наверное, уже понимаете, что работа очень глубокая, она очень важна, и очень ценна. Вот. Пишите письма обид, вытаскивайте свою боль, не держите в себе, не таскайте, пожалуйста, этот груз с собой. Не нужно его таскать. Освобождайтесь от него, и отпускайте его. Всем спасибо за внимание, всех была очень рада видеть, благодарю каждую из вас. Спасибо. Всем пока.